МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ближайшие месяцы у нас предстоит очень большая работа. Это работа над бюджетом 2012 года. Потому что от того, какой будет бюджет, мы должны спланировать ремонт дорог, благоустройство наших дворов. То есть все наши основные полномочия, которые мы исполняем. А, кстати, какие будут приоритеты? ЖКХ, социальная сфера войдут в этот бюджет? Вы знаете, по полномочиям у города Люберцы, есть муниципальный район, чтобы не путали, а есть город Люберцы. Наша сфера – это сфера ЖКХ, благоустройство, то есть ржавые гнилые трубы, разбитые дороги, городское хозяйство. Есть шанс, что бюджет будет увеличиваться, что суммы большие будут перечисляться на ЖКХ, дороги, или все-таки все будет в пределах нынешнего года? Это налогооблагаемая база, да, то есть если налоги у нас увеличатся, увеличится и бюджет. Ну, такие тенденции есть, то есть у нас бюджет как бы идет с сопережением. Наверняка уже составляется план работы, план заседаний. Что будет в повестке дня? Какие наиболее важные вопросы уже запланированы к обсуждению? Ну, у нас уже первый совет депутатов состоялся. Ну, там было два очень важных вопроса, не требующих отлагательства. Это первый, ну, так, может быть, прискорбно об этом говорить, у нас ушел коллега наш из жизни, Виктор Николаевич Калядин, депутат по восьмому округу. И в соответствии с действующим законодательством, 67-й федеральный закон, 101-й закон Московской области, требует немедленно назначить выборы, потому что выборы по муниципальным округам проводятся в год выборов депутатов Государственной Думы. В любой другой год мы могли бы на полгода отложить до года. Соответственно, было принято решение назначить выборы по одномандатному округу номер 4 на 8 октября. А второй вопрос у нас был, это принятие гимна, потому что стояла задача до дня города, чтобы у нас гимн звучал. Было очень много вариантов, комиссия очень долго работала. Спасибо всем участникам, кто принял участие в этом конкурсе. То, что более 20 вариантов поступило на рассмотрение нашей уважаемой комиссии. Я являлся заместителем председателя данной комиссии, но я честно вам сказал, что у меня нет ни музыкального образования, сомневаясь насчет своего слуха, поэтому я полагался на мнение остальных участников комиссии. Ну, скажем, единогласно мы выбрали вариант композитора Бережникова. И, как показал День города, он очень всем понравился, достаточно очень хорошо звучит. Кстати, а по каким критериям вы выбирали? Может быть, особенно внимательно изучали текст, слова, представленных вариантов? Ну, текст был немаловажной составляющей, потому что, ну, какая бы песня ни была, всегда должен быть какой-то смысл, где упоминаются какие-то исторические моменты нашего города. Тут же Гагарин. Скажем, по смысловой тематике, там, вот, три варианта было, которые отобрала комиссия. И уже вынесли на депутатскую комиссию по регламенту. На наше усмотрение. Ну, все единогласно согласились с мнением комиссии. Председателем комиссии, я еще раз еще напомню, у нас был Владимир Петрович Ружицкий. Ну, видимо, теперь гимн будет звучать на всех торжественных и значимых мероприятиях нашего города. Ну, он уже звучит. Вчера у нас было 80 лет Люберевскому радио. Им мои поздравления, низкие поклоны, большое спасибо за то, что с помощью них мы тоже, как бы, поучаствовали в выборе гимна. Потому что, когда 20 есть вариантов, очень тяжело полагаться на мнение комиссии. Ну, и все понятно, потому что гимн, он, гимн всего города Люберец. Соответственно, должны принимать участие все жители, хотя бы в обсуждении. Поэтому все 20 вариантов запускались на радио. Было интернет-голосование. Честно говоря, там немножко другой гимн победил. Ну, я думаю, что со мной согласятся все жители города. Там он в стиле рэп. Ну, понятно, что у нас, скажем, наши тинейджеры, они сидят в интернете за своего друга, там постами перекинулись. Было всеобщее голосование, чтобы их человек победил. Ну, гимн должен быть гимном. Да, есть определенные критерии. Он должен быть... Которые люди встают и их завораживают. Ну, данный вариант устраивает всех. Немножко поменяли слова, честно скажу, потому что было две корректировки. Одна еще на комиссии, а другая на совете депутатов. Ну, пришли к общему мнению, что... Это достойные песни, чтобы быть гимн. Да, самые достойные из тех. Но, тем не менее, все, кто участвовал в других разработках, это войдет в общий диск, песни о Люберцах, и все композиторы будут отмечены. Ну, и их не соавторы. Кстати, песни действительно были представлены замечательно, я их тоже слышала. И хотелось бы вернуться к вопросу повестки дня, о котором вы сегодня уже упомянули. Это дополнительные выборы депутата городского совета депутатов города Люберц. Пройдут они, напомним, всем 4 декабря. Когда жители смогут познакомиться с кандидатами? Где будет опубликована эта информация? Ну, я думаю, что, скорее всего, с кандидатами начнут знакомиться намного раньше, чем в официальных органах печати, потому что с того момента, как будет объявлена официальная агитация, а сейчас уже избирательная комиссия работает, кандидаты в кандидаты уже собирают документы. После их регистрации будет объявлено начало предубранной кампании, начнутся расклика плакатов, также участие в телепрограммах. Я думаю, что теледебат не будет, конечно, но каждый там или рекламный ролик сможет какой-то запустить. Опять же, публикации в прессе, встречи с забирателями. Ну, а, скажем, общая публикация будет, соответственно, в Люберецкой газете, где будут представлены все кандидаты, как это обычно делается, зарегистрированные с краткой биографией, там, женился, родился, на что сгодился. Вот, а там уже посмотрим. Задача, видимо, жителей проявить активную позицию гражданскую и прийти на избирательный участок, отдать свой голос. Ну, здесь плюс какой? У нас выборы будут совмещены в Федеральном собрании, Государственной думы, Московской областной думы, и, соответственно, по 8 округу будет дополнительный третий бюллетень. Вот, поэтому люди все равно придут на участки и сделают свой выбор. Ну, сейчас законодательство таково, что у нас нет порога явки. Даже если бы выборы состоялись просто по 8 округу и пришло бы 20 человек, то максимальное количество голосов, за которые кандидата отдали, тот бы и стал бы депутатом на этом округе. Но, как показывает практика, после того, как отменили порог явки, он составлял 20% от числа жителей. Вот как его только отменили, не было еще ни разу случая, чтобы порог явки провалился, потому что активность кандидатов настолько взросла, если раньше придут люди, на выборы не придут, там 3-4 человека зарегистрировалось, и вроде бы как вялую ведут агитационную кампанию, а сейчас там 5-6 уже на округах, и все там поднимают жителей на голосование, и у нас там есть такие 38%. То есть это чисто городские выборы, то есть не совмещенные ни с кем. А если Госдума, ну сами понимаете, там явка достаточно большая. Хотелось бы несколько сменить темы и поговорить вот о чем. Не так давно в администрации состоялась встреча представителей администрации, местной власти с журналистами. В частности, журналисты спрашивали, что будет с территорией у станции Ухтомская. Ну, насколько мне известно, там был проведен конкурс на благоустройство этой территории и размещение объектов общественного питания. Там участвовали несколько компаний. 15-го числа состоялся данный конкурс и победила фирма ООО «Кулинарное решение». Они уже давно выходили с предложениями о развитии и реконструкции данной территории, потому что пруд, который там имеется, он уже превратился в такую большую лужу, которая там обмелела, ну, заелилась. То есть там нужны капитальные вложения, денег, чтобы все это воспроизвести и реконструировать. И вот я видел этот проект, на самом деле, знаете, впечатляет. Просто впечатляет. Потому что вот это место, оно является излюбленным местом для молодых мам, детей. То, что видели мы в последнее время, там вот, я извиняюсь за выражение, одна пьянь и рвань. Там какое-то кафе стоит непонятное, какие-то вот непонятные криминальные люди вокруг этого кафе, значит, что уже дети, дети, и в том числе их родители, уже боялись ходить туда гулять. А там же парк, понимаете, там утки. То есть детям там должно быть хорошо. Поэтому там будут стоять детские игровые комплексы, всевозможные беседки. Ну, честно говоря, вот я точно информацией не владею. Лучше было бы поговорить с руководителем данного проекта. И он бы уже в деталях как-то рассказал, может быть, предоставил какие-то материалы. Потому что, сколько я знаю, они их выложили в интернете. Там идет активное обсуждение, и они собирают мнение жителей. Очень интересно. Да, которые хотели бы, ну, которые живут на этой территории, хотели бы каким-то образом повлиять, ну, скажем, не такие качели, а другие качели. То есть проект не окончательный, он пока на стадии обсуждения? Нет, проект окончательный, базовый. То есть, ну, базовые детали, они могут меняться. А оговариваются ли сроки проведения работ? Когда это будет через год, через пять? Это перспективы какого времени? Если я не ошибаюсь, там прописана конкурсная документация один год на производство благоустроительных работ. Причем сроки достаточно сжатые, потому что мы знаем, что на очистку пруда уходит достаточно много времени. Я не помню в каком году, по-моему, в 2000-м, у нас уже его чистили, этот пруд, ну, его просто очищали от мусора. Ну, работу заняли достаточно до полугода с обустройством береговой линии и всего остального. А здесь, как бы, инвесторы пытаются, будут пытаться его значительно углубить, запустить определенные породы рыб, которые очищают дно. Ну, это сейчас всеобщая практика. Это вот Кузьминские пруды таким образом чистили. Есть определенные породы рыб, которые поедают вот эту непонятную растительность, предотвращают заиливание. И, насколько мы знаем, этот пруд, он уже исторический, он, как и Наташинский, не является пожарным. Хотя вот они провели очень большую, можно сказать, научную работу. Я, конечно, просто полистал проект, но он представляет собой целое научное произведение, где там детально прописано, какие там были скважины, какая там подоснова, что это относится к московскому окскому подводному бассейну. Я, конечно, не специалист в этом деле, но я могу сказать, что люди подошли серьезно, и я думаю, что там жители будут рады тому, что там происходит. Кстати, еще одна тема, которая очень волнует жителей города Люберца, это состояние дорог. И как раз сейчас, этим летом, реализуется партийный проект новой дороги городов России. Какие именно средства на него выделены? По каким адресам, на каких улицах работы проводятся, и что именно будет сделано? У нас есть муниципальная целевая программа по асфальтировке домовых и придомовых территорий. Выиграла у нас фирма «Зеленограда», по-моему. Ну, мы знаем, да, что 94-й федеральный закон, он не позволяет оба кого привести за руку и говорить, что вот, дядя Вася, давай асфальтируй город, потому что мы тебя знаем, ты добросовестный. Сейчас все это происходит без нашего участия. То есть, есть федеральная площадка, торговая площадка, виртуальная. Электронные торги, так называемые. Да, госзабобки.ру. То есть, кто там зарегистрировался, мы даже не знаем. И потом, ну, как бы перед фактом наставят, что вот выиграла такая-то фирма, она производит эти работы. Ну, мы видим, что в городе за последние два месяца произошли глобальные изменения. Ну, тоже мощение тротуарной плиткой. Конечно, народ сначала был немножко в шоке, потому что звонили. Звонки были, конечно, ужасные. Говорят, ребята, что вы делаете? Вы в прошлом году положили асфальт, вы его сейчас вскрываете и кладете плитку. Но дело все в том, что мы попали в федеральную программу и одним махом мы сейчас поменяем тротуары на плитку, а при домовой территории максимально, говорю еще раз, потому что, ну, нельзя в один год сделать все, потому что, ну, вот как, если в квартире не убираться, там, я не знаю, полгода, то за один день ты уборку не произведешь, потому что просто не хватит сил и времени. И те объемы финансовых средств, они значительные. Я не буду называть сумму, что кому-то плохо не стало, они значительные. Позволят нам в этом году большинство придомовых территорий привести в належащий вид. И это не только, скажем, асфальтировка, тротуарная плитка, это в том числе и благоустройство, высадка деревьев. То есть у нас очень много компенсационных посадок в этом году будет произведено. Конечно, жители некоторые начинают возмущаться в плане того, что, вот вы знаете, вот у соседей кладут, асфальта у нас нет. А почему не у нас? Потому что, если плали у вас, возмущались бы соседи. Но фирма ведет работу таким образом, техники не хватает. То есть вскрывает бордюрный камень, заходит другой, двор там вскрывает бордюрный камень, туда уже идет другая бригада, начинает выщищать асфальт. И вот таким поэтапным путем, верным, скажем, весь город будет охвачен, максимально охвачен. Кстати, что касается тротуарной плитки, я слышала, что это не только красиво, но и практично, поскольку в будущем ее будет очень легко ремонтировать. Проще, чем перекладывать асфальт. Ну, на самом деле, здесь очень много плюсов на тротуарной плитке. Во-первых, на ней не скапливается вода. Земля имеет дыхание. Мы знаем, когда солнце парит, у нас от асфальта просто температура в два раза больше. Вот, а потом можно делать локальный ремонт. У нас на Красной площади, скажем, земля проваливается каждый год. Ее просто разбирают и как конструктор собирают. Ну, применяем материалы руки, молоток и песок. Ну, определенный росток, там, смесь. То есть, говоря, это вложение на долгие годы. А асфальт, ну, вы сами понимаете, тротуарная подготовка, она очень маленькая. То есть, это не дорога, это пешеходы. И, соответственно, атмосферные перепады, осадки, они его уничтожают. То есть, там, где есть скопление воды, через одно время там образуется яма. В водоотведение у нас в городе тоже большая проблема, которую... Это программа на долгие года, это ливневая канализация. То есть, программа такая все же есть. Конечно, конечно. Депутаты заложили деньги, чтобы поэтапно уже начать проектирование тех сетей, которые брошены, о которых мы еще не знаем, понимаете, да, и уже строить планы на будущее. Если мы каждый год будем вкладывать в эти деньги, то поэтапно, конечно, я даже скажу, даже не за 10 лет мы весь город сможем обратить в ливневку. Это основная проблема у дороги. Потому что сначала строят ливневую канализацию, потом дорогу. Сейчас у нас будет новая дорога, соединяющая котельный проезд с улицей. Скажем, будет выходить на улицу Космонавтов. Опять же, вопрос ливневки. То есть, чтобы не вложить деньги в никуда. Ну, вопрос уже начинает решаться, и это радует. Кстати, что касается дорожных работ. Ну, наверное, в любой работе важно качество. И вот как раз качество дорожных работ, как я слышала, будет теперь контролировать общественные комиссии. Сейчас она создается, может быть, даже уже создана. Пожалуйста, расскажите, депутаты будут принимать участие в работе этой общественной комиссии? Ну, основное замыкающие звено у нас депутаты. Скажем так, каждый депутат на своем округе создает определенную такую ячейку активистов. Они у нас есть, потому что у нас все люди неравнодушные, особенно пенсионного возраста, которые хотят принять участие. Я не постеляюсь такого слова сказать, засунуть свой нос в каждую дырку. А почему вы здесь положили, а не гравия, а песок? Вот уже позвонят депутаты, вы приезжайте, посмотрите. Я вам честно говорю, у меня такие люди есть, на моем конкретном округе. И все это происходит у нас в рамках общественного фронта. То есть народный контроль реально осуществляется. Ну и потом за этими организациями очень много еще контролирующих, такие как правоохранительные органы, прокуратура и так далее. Плюс у нас заключен договор с лабораторией, которая будет делать специальные пробы и давать заключение. Понятное дело, что никакой пенсионер он не сможет определить, или там активист, общественная организация определить, хорошо асфальт положен или нет. Ну да, лежит красиво, а там вместо 5 сантиметров 2. Соответственно, нужно заключение специалистов. И вот сообща мы это будем контролировать. А тем не менее члены общественной комиссии будут ставить, допустим, какую-то свою подпись в акте приемки работ, либо же хотя бы вносить свои предложения, вписывать их в этот акт приемки, либо сообщать в администрацию свои замечания. То есть если они заметили, что что-то не так, что дальше? Смотрите, по закону, по закону, конечно, никакая там общественная комиссия, она никакие акты приемки делать не может. Но мы договорились с администрацией, что без подписи нашего общественного контроля ни один акт подписан не будет. Я думаю, этого достаточно. Это наше джентльменское соглашение, и оно, поверьте мне, будет выполняться. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы был заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Николаевич Черкашин. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти сегодня к нам на передачу и желаю успехов в вашей работе. Уважаемые телезрители, на этом все. И до встречи в эфире. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!